Привет! Этот выпуск посвящен не обзору какой-либо игры, а моей возне с эмуляторами, возникшей в связи со съемкой первых двух выпусков Турбо. Я давно хотел делать эти передачи, и когда я наконец принялся за дело, возник ряд технических вопросов. Первый и основной, как записывать видео с игр, записывать с реального железа, то есть с самой приставки, мне не хотелось по следующим причинам. Моя давняя и позабытая карта ТВ-тюнера сильно греется, втулить ее в PCI-разъем я могу только над звуковой картой, впритык к ней, что вызывает у меня справедливое беспокойство. Кроме того, у меня просто нет картриджа с теми играми, про которые я собираюсь снимать передачи Турбо. Поэтому играть и записывать приходится с эмулятором. Основная моя система Linux. Популярный эмулятор NES, Cyux, конечно же работает и под Linux, однако Linux версия не позволяет записывать видео с удобством. Вам нужно записать сначала FM2 видео, потом запустить его в том же Cyux на воспроизведение, и параметром VideoLog передать видеопоток на сжатие манкодером или FMPEG. Я несколько раз пытался и не преуспел в этом. Перелезать же под Ванду ранее записи видео мне не очень хотелось, хотя я рассматривал и этот вариант. В игре для NES я играл под другим эмулятором, Nestopia UE, Undead Edition. Это возрожденный проект старого эмулятора Nestopia, кое-что в Nestopia UE исправлено и при моем участии. Но главное, из эмулятора в NES под Linux, только в Nestopia я встречал плавную прокрутку экрана. В Cyux, в линуксовой версии, прокручивает экран со ощутимыми рывками, а Nestopia плавно, как на настоящей приставке. Однако Nestopia не умеет записывать видео, разве что в своем особом формате, на деле являющемся последовательностью команд, а не сжатых изображений, как и прочими формата FM2, но они несовместимы. Пока я раздумывал, как быть, в руки мне попал эмулятор Mednaffen, и совсем по другому поводу. Мне захотелось поиграть в игры для приставки TurboGrafx, и я нашел этот Mednaffen. Причем запуском Mednaffen пришлось немного повозиться. Если у вас не очень современная версия дистрибутива Linux, то и компилятор не шибко новый. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу лишь, что в коде Mednaffen есть функция, которая, будучи скомпилирована относительно старым компилятором, при выполнении вызывает завершение программы. Пишется вот такое. Чтобы обойти это дело, надо подправить исходник, а именно, открываем файл source test cpp и находим вот такой код. И отключаем комментарием строчку с ассертом. Теперь перекомпилируем эмулятор. Пробуем запустить. Во, уже не ругается. Это я открыл еще, когда пытался попробовать игры для TurboGrafx, она же PC Engine. Собираясь снимать первый выпуск передачи Turbo, я решил попробовать записать в Mednaffen'е видео с игр для NES. Mednaffen вообще поддерживает эмуляцию многих приставок, включая NES и Mega Drive. И Mednaffen умеет писать видео в трех форматах. Без сжатия, последовательность PNG и кодеком CamStudio ScreenCodec, который замечательно поддерживается в монтажной программе KDN Live, в которой я монтирую видео. И вот я нажал Shift F5, потом снова нажал, чтобы остановить запись, проверил, записывает. Уже тогда я приметил странность. Видео писалось идеально, чего нельзя было сказать о картинке на экране. Она была с несколько отличной от NES-топии палитрой. А главное, не было той плавности, которую обеспечивает настоящая приставка и NES-топия. Но видео, что главное, записывалось. А на остальное я махнул рукой и приступил к работе над пилотным выпуском Turbo про игру Womp Im. Для Womp Im я записал один лонгплей, который потом нарезал на куски и прокомментировал в передаче. Хотя, когда я играл, картинка дергалась, но я приноровился и после более чем 20-летнего перерыва таки снова дошел до конца игры. Я принципиально в создании Turbo решил не использовать никакие чит-коды, даже если они ускорили бы работу над передачей. Если уж проходить игру, то самому от начала до конца. Почти сразу после первой передачи Turbo я взялся за вторую, ProNimo, в которого я по большому счету не играл с тех же 90-х. Вдруг оказалось, что я не только не могу пройти его на запись чистенько, но в дерганом режиме Меднафена в Nimo вообще трудно играть. Nimo, в отличие от Womp Im, требует куда лучше реакции, да и сложнее в разы. Но записать-то прохождение как-то надо. Тогда я вооружился сразу двумя эмуляторами, Настапией и Меднафенами, и начал проходить Nimo сразу в обоих, параллельно, уровень за уровнем. Сначала я проходил уровень в плавной Настапии, вспоминал, что к чему. Потом уже в рванно-дерганной графике проходил под запись в Меднафене, и этот акт продолжался несколько дней. Хотя отмечу, что в 90-е у нас с братом ушло на прохождение Nimo несколько месяцев. Конечно, на полноценный честный лонгплей от начала до конца за один присест у меня не было уже ни сил, ни времени. Nimo был пройден кусками, по уровню, и хотя без читов, но с сохранениями между сеансами игры. Приступив к монтажу второго турбо, я принялся за настройку странной, как мне показалось, палитры Меднафен, и для этого стал считать лог, который этот эмулятор пишет в консоль. Что за черт? Period time is too large, video will appear very jerky. В самом деле, jerky, дерганное и весьма. При этом у меня строки конфига, отвечающие за звук, выглядели примерно так. То есть в качестве звукового устройства я, следуя документации Меднафена, прописал sexual literal default, и так у меня звук был. А когда я прописал напрямую ауса устройства, то звука не было. Проиллюстрирую. Было. При запуске оно выдавало такое. Но вернемся к логу про то, что слишком маленький период тайм. Я начал играться с разными значениями параметров. Sound period time и sound buffer time, отличными от значений по умолчанию. Брал из головы, брал из документации. Как говорил Пушкин, вот че, то бишь тщетно. Тогда я плюнул на все и поменял звуковую подсистему с ауса на SDL. Запустил игру. Плавно, плавно, как в Настапии. Я посмотрел лог. Никакое руганье на дерганное видео. Я премного возрадовался. Теперь я мог полноценно не только записывать в меднафене видео, но и использовать этот эмулятор для игры вместо Настапии. Однако я хотел разобраться до конца. Я снова поменял в конфиге звуковой драйвер на ауса. Однако в качестве имени выходного устройства использовал один из портов, определенных мною в файле настроек ауса, а саунд арси. Это в сочетании с buffer time 24 дало мне еще меньшую звуковую задержку, чем в случае с SDL, и такую же плавную графику, если не лучше. Думаю, что задержка была бы еще меньше, уменьши я частоту оцифровки. Но 48 кГц нужны мне потому, что передача турбо монтируется именно с такой частотой звука, а перецифровывать на каком-то этапе игровой звук я не хочу. В завершение хочу показать сравнение прокрутки экрана эмуляторами на примере игры WompIn. В сравнении участвовать со стороны Windows, INS и Vseux, а со стороны Linux, Nest2P, UE, Mednafen и Vseux. Все с наилучшими, на мой вкус, настройками, то есть без интерполяции и всего такого. Под Windows я делал захват экрана в Open Broadcast Studio, под Linux же в Simple Screen Recorder. То есть это не вывод видеофайл самими эмуляторами, а как оно примерно выглядит на экране. Возможно, у кого-то Linux ведет себя иначе, показывает более плавную прокрутку, однако не в моем случае. Я бы списал это на недоработку Linux версии, ведь под Windows и Vseux более продвинут. При этом, Mednafen для эмуляции NES использует код старого эмулятора Vse Ultra, на основе которого вырос в Seux. На примере Mednafen я понял, что плавность связана с настройками звука, и вероятно изучение и сравнение исходников в Seux и Mednafen натолкнет кого-то на толковые мысли. Что до меня, то я окончательно перебрался с Nestopie на Mednafen, и следующие выпуски Turbo буду записывать уже с большим удобством и кайфом от игр. Пока!